добрый день дорогие друзья я всех очень рада вас приветствовать на моем канале и сегодня у нас с вами очень вкусная просто сказать бомбическая капустная солянка с маслятами на зиму заготовочка очень и очень вкусная в этот рецепт друзья мои нигде не найдете это мой личный рецепт который я когда-то вычитала в книге его доработала и много-много лет с 90 готов я делаю эту солянку она хорошо особенно с маслятами у нас в этом году огромное количество маслят и вот я набрала отварила вот видите маслятки вот два килограмма здесь маслят и мы сейчас начнем ее делать нам для этого понадобится капуста 1 килограмм лука полкило килограмм моркови килограмм помидор но помидорки вот у меня здесь разного уже цвета что называется остатки былой роскоши сессии желтые красные и вот отварные маслята можно отварные опята можно отварные подосиновики это как бы не запрещается но из тех грибов я называю что у нас в нашей местности популярно как бы собирать и что мы делаем я как-то один раз делаю значит с белянками но это как бы одна из разновидностей пластинчатых грибов вот с пластинчатым грибами нет нельзя только с трубчатыми грибами которым относится масляту ну вот хорошо особенно друзья с маслятами так что поэтому кого есть маслятки нам надо два килограмма отварных маслят и начинаем с вами делать прежде всего начнем с вами жарить лук и морковь рецепт друзья этот рецепт он рассчитан на 10 пол литровых банок то есть если у вас и другая тара то вот подсчитайте сколько у вас получится еще нам понадобится в процессе если хотите добавьте томатной пасты я добавлю свои которую я вываривала сама в этом году из томатов потом нам нужно будет перец горошком душистый перец лавровый лист и 300 миллилитров растительного масла и соль по вкусу друзья моя ну я все буду вам рассказывать как это делаю я и так наливаем наливаем в кастрюлю 300 300 грамм растительного масла ложим лук и в первую очередь чуть-чуть прожарим лучок чтобы он дал сок у нас лучок немножко нас уже поджарился добавляем морковь и все это протушим прожарим на растительном масле до готовности чтобы быстрее все у меня прожарилось я закрываю крышкой не забывайте времени от времени помешивать потому что морковь взяла в себя масло и как бы поэтому и смотрите чтобы не пригорело и так вот у меня морковь спарсировалась добавляю порезанные кусочки помидоры также сейчас сюда можно будет добавить вот томатную пасту я делала сама выпаривал вот я сейчас ее для красоты так сказать чтобы она придала красоту нашей соляночке сейчас активно перемешаем помидорка даст сок через две-три мы сюда добавим капусту добавляем две столовки столовых ложки соли без горки тут все мешаем вот так все видите уже дала сок помидорка и добавляем сюда капусту килограмм нашинкованной капусты сейчас все перемешаем закроем крышкой и пусть она у нас сушится друзья и так друзья сейчас она вот закипит и где-то 20 минут 25 минут будет тушиться я конечно буду все это помешивать постепенно уже видите какая у нас красота с вами а запах очень вкусно пахнет овощами свежими домашними овощами своего собственного огорода выращенного своими собственными руками друзья ну конечно все вкусно так что продолжаем смотреть как приготовить капустную солянку на зиму очень вкусную итак у нас сварилась соли уже капусточка добавляем друзья два килограмма грибов добавляем 2 килограмма маслят вот так все перемешиваем с вами и выходим сейчас мы все это проварим и все будем раскладывать по банкам но прежде сюда добавим чайную ложку перца горошком еще где-то 7 штук душистого перчика я сюда положила 5 штук лаврового листа я люблю лаврушку кто не не очень любит положить поменьше все это перемешиваем и добавляем столовую ложку столовую ложку 70 процентов уксуса и все друзья все мы здесь то что мы только нужно нам будет попробовать на соль но это вот сейчас минуты закипит минутки 2 проварить я попробую на соль если мне окажется не соленым то я попищу и добавлю соли но об этом я вам тоже друзья скажу и так ждем когда закипит и минут я думаю что минут 10 будет достаточно чтобы проварилась у нас все это открываем крышкой и провариваем ну что я попробовал на соль все же грибы я отварил не соленые и пол столовой ложки соли я добавила еще с момента закипания поварим минут 10 вот уже начало закипать так что через 7-10 минут будем выключать и раскладывать сварилась наша соляночка и мы раскладываем ее по баночкам аккуратно вот такая получилась вкуснятина видите очень вкусная болельянка грибочки очень много грибов здесь там два килограмма вареных грибов в этом рецепте итак соляночка наша закрыта вот такие получились чудесные красивые банки с грибочками друзья вот и получилось у меня вот 9 баночек но они мне разные 700 граммовые 750 граммовые так что друзья мои готовьте очень вкусную домашнюю солянку даже вкуснее чем когда-то помните продавали в магазин с грибами солянка вот она напоминает эту ну грибов здесь конечно конечно гораздо больше и по вкусу она конечно превосходит вот ту магазинную грибную солянку если кто помнит продавали 80-х годах магазинов так что друзья всего вам доброго до будущих встреч самое главное берегите себя ну и конечно же нужно ее сейчас под теплые укрытия и на ночь с утра уже нужно убирать погреб или